Всем привет, с вами видео-подкаст UwebDesign. Сегодня понедельник, 3 ноября, и громкие темы сегодняшнего дня будут такие. HTML5 наконец-то получил статус V3C рекомендации. Анонсирована третья версия jQuery библиотеки. И прошла в минувший четверг, прошла Як-2014. Погнали. Ну, тук-тук-тук, отбивка. И сразу же опять к темам, давайте, голопом по Европам. HTML5 наконец-то после 8 лет разработки получил статус V3C recommendation. Что характерно, предыдущая рекомендация была в 1999 году, то есть 15 лет назад. Соответственно, 7 лет после этого ребята, видимо, пребывали в эйфории от того, какую замечательную вещь они сделали. И начали потом работать уже над новым каким-то стандартом. Ну, он включает, естественно, все, что было до него. Вот тут дикое оглавление, на самом деле, про все HTML API, про работу с DOM и так далее. Короче, все это здесь есть. И, ну, из HTML5, наверное, там HTML Audio Video Element, там Source, вот это все. И инпуты, типа там, input type date и так далее. То есть вот это все начало переходить не только из, ну, собственно, это из-за, не только лишь, не только лишь из десктопных браузеров. Теперь доступ был в веб осуществлялся, теперь еще и из мобильных. Поэтому большинство вот этих вот вещей, они адаптивные. То есть input type date, вы знаете, на iOS, там, их нативный элемент всплывает по поводу того, как вводить там дату, колесико вот это крутить. Ну, на андроидах, я думаю, что это примерно такое же. По крайней мере, теперь вы можете, если какие-то из браузеров современных, хотя вряд ли, не поддерживают что-то, можете их официально ругать. Больше это не влияет ни на что. То есть вот это V3C recommendation, но она есть. И теперь от всех вендоров, браузеров и так далее, ну, будут ожидать поддержки вот этого всего. Но если кто-то это не поддерживает, все еще input type date, то он, скорее всего, и не будет. Привет, E8. Хотя, может быть, я, на самом деле, никогда не разбирался в косяках разных версий E, но я думаю, что я угадал примерно. Поэтому, ну... Но новые элементы там, picture не поддерживаются еще? Вот picture все еще не вошел в эту рекомендацию. Видимо, вот именно вопрос адаптивных изображений все еще обсуждается. То есть picture, src, set все еще идут споры на форумах внутренних V3C-шных. На каких-нибудь v3c.phpbb.ru. Возможно даже, да. Или .io. Да. Ну, короче говоря, еще не по всем параметрам договорились, но вот именно вот этот вот черновик от 28 октября теперь перешел в статус рекомендации. Ура! Можно теперь тыкать какой-нибудь там макстону или что там, какие-нибудь еще интересные браузеры, которые что-то еще не поддерживают. Ладно, давай дальше. Следующей темой, переходя от HTML, у нас тема анонса библиотеки jQuery. Команда разработчиков анонсировала, что будет версия 3.0. Чем они это объясняют? Тем, что недавно, хотя как недавно, да, в 2013 году, по-моему, вышла версия 2.0. Ну, реально недавно. Да. Значит, будем говорить прям активную фазу работы. Да, и очень многие люди заметили, что версия 2.0 поддерживает, ну, очень достаточно плохо поддерживает, опять же, старый браузер и E8 там и так далее. Opera 12. Opera Safari 5, да. Любят все еще оставлять. Все еще, да. Вот, поэтому они решили как-то это все сделать более совместимо. Поэтому будут выпускать версию 3.0, и причем она тоже будет выходить в двух версиях. Ну, как тоже, просто будет в двух версиях. 3.0 Comp, то есть Compatibility, и просто 3.0. Для чего 3.0 Comp? Для того, чтобы... Для того, чтобы поддерж... Там есть поддержка E8, Opera 12, Safari 5. Вот. И ее желательно использовать, именно ее тоже рекомендуют использовать для сайтов. Потому что она поддерживает все старые браузеры, и, соответственно, с ней можно работать. Вот. А обычная 3.0 версия, она рекомендована для написания приложений, которые впоследствии будут конвертированы в нативные. То есть, они уже будут, ну, полностью нормально работать на телефонах там и так далее. Да, для любителей PhoneGap, для разработки она пойдет, потому что вы точно знаете, что у вас это там через WebKit потом будет рендериться, или даже если сильно в нативные перейдет, то там это уже свои API это все сделают. Но просто, чтобы не таскать с собой больше килобайт, можно просто 3.0 подключать. В общем, да. По аналогии, сейчас не очень семантически у них это происходит. jQuery там 2 и 1.11, вот эта Legacy-версия, наследовательная, я не знаю, как я про это искать. Да, а теперь вот 3.0 и 3.0 Compat, слово compatibility, то есть, ну, они более или менее хотят перейти к семантическому названию версии и флаком в руки, это здорово, прикольно, дай бог. Ждем. Да, если вот сейчас плавно от этих двух тем переходить дальше, я уже сказал, что в HTML5 некая переориентация на мобильное устройство есть. Вот здесь тоже они не применули упомянуть о том, что можно использовать jQuery 3 как фреймворк, ну, не фреймворк, библиотеку с методами при разработке приложений. То есть, на самом деле, уже даже нативные приложения пишут на вот JavaScript, там, HTML, CSS, с какими-то там оговорками. То есть, на самом деле, для Windows Phone, я, насколько помню, вот с помощью там этого, как же у них называется-то, XAML, XAML, там, язык разметки, там тоже можно на JavaScript писать скрипты. Или XAML, это как раз C Sharp, и можно просто вот веб-приложения тоже конвертировать в нативные. Короче говоря, это очень сильно прям сейчас популярно. Кстати, тут про сроки не очень сказано, но я так понимаю, stay tuned. Будем ждать, да. Ждем, да. Вот. Вся переориентация на мобильные устройства становится более очевидной. Вот The Verge тут написали, что по данным нового, как это там, председателя YouTube по маркетингу, там, какая-то тетенька новая. Там вот две тетеньки у нас на фотографии. Ну, это, я вот не представляю, кто эти три тетеньки, но одна из них вот Сюзан Вочицкий. Вочовский. Ну, практически, да, Вочицкий. Тут еще про ее сестру говорят, возможно, это она как раз тут и есть, не знаю. В общем, она отчиталась о том, что половина YouTube-ного трафика, YouTube-ных просмотров, оно исходит с телефонов, планшетов. Ну, это и не мудрено, то есть, ну, это здорово сейчас не только... Благо, у YouTube отличная поддержка своего API для сторонних вещей, всяких встраиваний и так далее. То есть, уже прям из твитов можно посмотреть YouTube-ное видео, поэтому, ну, к этому все идет. И здесь она же говорилась о том, что очень давно уже идут слухи о том, что Google делает сервис музыкального стриминга, там, платный, ну, subscription-based, основанный на подписке, да. И непонятно, что с ним происходит, но вот она сказала, что работа все еще ведется. Ну, вот тут здесь вот это как, как, как одна из важных новостей сказано, что YouTube's unannounced subscription music service still under construction. То есть, ну, работают. Посмотрим, ну, может быть, они тоже поборются с Apple, я не знаю, там, со Spotify, с Pandora, это не сильно на их рынок зайдет, но тем не менее. И, вообще, Apple же она и Beats Music покупала не только ради наушников, но и ради вот этого сервиса стриминга Beats Music. То есть, ну, как-то они, видимо, будут бороться опять с Apple. Кстати, об Apple. Кстати, об Apple, да. Ну, кроме того, что какая-то забавная новость, то что... Не очень забавная. Да, не очень забавная, но тем не менее новость про то, что Тим Кук гордится тем, что он геом. Но он признал... То есть, были какие-то слухи, оказывается, аж с 2008 года, а мы и такое узнали, что уже какие-то слухи были, там, в общем, под него копали. Вот, да. Кроме этого... Вот эта вот похожая запись очень в тему прям подсказана, я не могу, они гении, гении. Да, кроме того, что он это признался, суровая компания Beats by Dare, которая сейчас при Apple находится, выпустили очень несуровые наушники к 40-летию Hello Kitty. Вот, и теперь все ребята в Америке купят такие наушники и будут ходить... Все суровые ниггеры, теперь в них. Да, у нас блок неполиткорректного и... Ставьте дизлайк, если вы гордитесь, что вы гей или ниггер. Ставьте лайк, если не гордитесь. Если вы натурал. Да, Соло 2 вот будет у них, вот эти вот нашумевшие, которые после Соло HD вышли, которые такие все глухие, но более или менее единственные Beats, которые слушать можно. Это даже не скрытая реклама, это так. Но они, конечно, жутко дорогие, 250 баксов здесь вот сказано. Соло 2 это закрытые, а которые с затычки типа... Ур-урбиц, уру-рур. Они вот 150. А они, смотри, какие они с бантиком. Ну, да где-то чехольчик с бантиком, я так понимаю. Ну нет, собственно, да, бантики на них есть, естественно, это же Hello Kitty. Но вот эта вот катулька с бантиком, это все-таки их чехол. Но тут, видишь, написано, что на 50 бачей больше, чем стандартные Соло 2 и Урбиты. Ну если ты хочешь, типа, милую Соло... Я очень хочу, но фишка в том, что нас... Когда вот я хочу, я такой думаю, ну круто, я посмотрю хотя бы, ну... Ну куда доставляют, я не знаю, да, можно всех посмотреть. Я жму, и меня кидают на Ru Beats by Dre. То есть, к сожалению, у нас в России только вот такое. Заниматься вот так вот, потеть в Power Beats 2 Wireless. И никакого тебе Тим Кук не будет. Да, да, тут у нас-то все еще все сурово достаточно. И мы с Торо пробовали зайти, чтобы как-то симулировать. Торо нам попался французский в тот момент тоже. Во Франции нету, хотя казалось бы. В общем, мы не смогли попасть на американский сайт. Да, американскую VPN-ку мы решили не покупать ради этого подкаста. Даже за 9 баксов, даже на месяц, поэтому не удалось. Ну, короче говоря, это реальная новость. Если это загуглить, то там это будет именно в Product Search. И да, черт, спалил следующую новость. Так давай про нее. Ну да, если говорить о мелоте, то мы все любим компанию Dribble. Дайте invite. И они, кроме того, что они сделали дизайн блога, они в такую одну колоночку все сделали, ну так по медиуму, да. Все мы сейчас будем это говорить, что это по медиуму. Хотя до них еще было придумано там в WordPress-овской теме 2013. Книги так печатали еще до этого, мне кажется. Да, естественно, это все не ново. Нам привычно так воспринимать информацию. И скажу почему. Потому что соотношение вот этой вот горизонтальной штуки и вот этой вертикальной повторяет соотношение лица. Оно у нас тоже такое вытянутое. Не как у Стюи вот такое, а именно вот такое. Если как у Стюи, то было бы на всю ширину, да? Да, естественно. То мы бы в альбомах для рисования все еще писали, прямо так по ширине. По горизонтали. Да. Вот. Ну то есть, естественно, это у них адаптивный бложик, там все хорошо и здорово. И кроме этого, good news. Это, собственно, новость еще хотим сказать, что теперь на Dribble можно прикладывать, не знаю, не спонсорские ссылки, ссылки на свои продукты. То есть очень много же, кто на Dribble выкладывает шот, который символизирует о том, что пойдите на Creative Market и купите у меня этот мокап за 3 бакса. Ну, много таких реально, да? Не только мокап, есть... Я делал приложение, вот шот и там коллекция картиночек, скриншотов, гифок. От того, как я писал крутое приложение, идите и купите его в App Store или в Google Play, не дай бог. Ну, вот тут, да, несколько провайдеров контента добавлено, Society6. То есть это, я уже даже забыл, это мерчендайз какой-то там, не только футболки-то. Это картинка. А, это, ну нет, нет, ну это мерчендайз. Что хочешь, то и распечатай, короче говоря. Да, там вон кружки, вот это все. То есть, ну это прикольная партнерка такая. Fonts.com, понятно, шрифты. Cotton Bureau — это футболки, причем такого кикстартерного типа. Типа, если ты соберешь себе заказ на несколько футболок, ну давайте Pumpkin Face сейчас, наверное, бомбит. Ну, две проданы, еще десять. Один дай лэфт, чувак неудачник. Вот. Если, ну, вот так вот собрать, то тебе, по-моему, дадут, или дадут денег, или дадут возможность здесь продать еще партию. Я не сильно разбирался в этом стартапе, но это прикольно. Envato Market, ну тут не о чем говорить, это просто гигант современный. Там можно все купить, там, начиная от тем для WordPress, HTML-шаблонов, заканчивать теми же мокапами, там, и всем чем угодно. Короче говоря, это прикольно. Давно пора было так сделано, как на SoundCloud сразу купить в iTunes. Вот тут тоже это напрашивается. Это прям вот так вот нативно выглядит. То есть, ну, и в YouTube это добавили, то есть купить этот трек, который вы слышите в iTunes. То есть, ну, молодцы. И если еще одна новость сказать, то Dribble выпустил новый API. Версия 1, она в статусе Beta, то есть потому что Beta than ever. Да, и, ну, я даже не знаю. Короче говоря, сильно функциональное оно все. Из того, что я прям заметил, когда зашел на API, теперь API стал закрытым. До этого, по-моему, его мог кто угодно доступ к нему получать. Вот так это называют. А сейчас надо свое приложение зарегистрировать, только по этому ключу ходить. Ну и больше информации оно возвращает, нам вот сейчас время позволяет. То есть, вот это Deprecated API и новый API где-нибудь, где-нибудь ссылочку. Ну, вот этот, да. То есть Deprecated, который уже закрывают, он до 8 апреля 2015 года будет доступен, переписывайте приложение. Но не так и много переписывайте. То есть все Shots, там, Players и так далее, это можно было, можно, точнее, сейчас так же запрашивать, если мы посмотрим, там, Shots. Ну, то же самое, GetShots и по ID-шничку, где здесь ID-шничек. Вот, то же самое. Но намного больше сейчас можно запрашивать, байкеты, не только запрашивать, но и создавать. То есть, в принципе, с этим API можно целый новый дрибл себе создать с лайками, шотами, байкетами и Blackjack. Но у них, если так вот найдем, сейчас где-то здесь было, они прям дисклеймер написали. Чуваки, пожалуйста, не пишите свой дрибл с помощью этого. Черт, не помню, где это было. Возможно, здесь. Да, вот. Ну, то есть, короче говоря, не конкурируйте с нами, пожалуйста, используйте это как инструмент, а там у вас по IP забанят. Поэтому... Ну, тем не менее, сейчас можно кучу стартапов придумать на эту тему с помощью каких-то там приколов. Да, тем более вот с учетом того, что можно это все перепродавать теперь на этом. Можно, я не знаю, ну, напрашивается, естественно, улучшение собственного портфолио. То есть, написать портфолио себе, которое парсит всю инфу с дрибла. Сразу же здесь у тебя позволяют лайки. Купить. Эти лайки кидаются на дрибл там же, чтобы те, кто с дрибла переходил тоже. Сразу можно здесь же купить. Там, если вы делаете какую-то дизайнерскую тему, можно здесь же добавлять людей в эту тему. То есть, ну, можно целый огромный дешборд по управлению дрибла написать, который... Ну, он не будет конкурировать напрямую с дриблом, но просто это для вашей внутренней команды, чтобы там не заходить через веб-интерфейс. Вы внутри вашего воркфлоу еще и в дрибле что-то делаете. Ну, не знаю, идей масса. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Мне прям вот руки зачесались что-нибудь написать, но, наверное, это пройдет. А 13 ноября, когда дринор выйдет, это, конечно, все пройдет, но пока хочется. Пока чешется. Да, прям хочется сразу поднять монгу, реплику на три этих, на одной буке, правда, это все сделали, да. И что-нибудь такое написать на Python или на JavaScript, или на PHP. Ну, давай, к следующему. Завершаем. Завершаем. К русским новостям прошла в четверг Yeti Nada Conference, на которой, естественно, главным были ребята, а вообще это конференция Яндекса, так, естественно, были самые главные ребята, это Яндекс. Да, ну. Да, ладно, да. Вот, ну и они представили свои новые сервисы, такие как диктовка, например, вот, то есть использование новых голосовых технологий. Вот, ну, естественно, сами понимаете, что можно набирать теперь текст голосом там и так далее. Вот, новый сервис трекинга, или он не новый, сервис трекинга. Нет, сервис трекинга новый. Новый. А новый. А метрика для приложений два. А метрика для приложений, да. Ну, сервис трекинга, тут не о чем сказать. Ты скажи, что он подскажет разработчикам, откуда именно к ним приходит аудитория, зачитая это предложение. Это самое, это и в метрике для приложений, то есть, ну, показывается, да, что... Это только за счет трекинга и показывается. Ты когда на демку заходил, там оно и показывает, типа, что вот так выглядит ваш трекинг. Там нам очень конверсионно сразу его и показали. Ну вот, то есть, можно будет отслеживать, как заходит ваше приложение для разработчиков. Я думаю, это будет полезно. Не только метрика для сайтов, но и метрика для приложений. Ту-ду-ду-ду. Да. Ну, для любителей поизвращаться есть Яндекс появился в бете Яндекс.Браузер для Линукса. Я уж не знаю, кто на Линуксе сидит с Яндекс.Браузером, но, наверное, вот, допустим, господин Ку-Куц, я думаю, он именно так и сидит. Он для себя только и сделал. Он в туалете, может быть, себе поставил, нетбук с Убунтой, и туда, наконец-то, Яндекс.Браузер себе написал. Да, и спокойненько в нем под диктовочку смотрит, как к нему в приложение заходит. Вот. Это основные релизы. То есть, я даже не знаю, что сказать про Яндекс.Браузер для Линукса, но это будет то же самое, что для OS X и OS X, да, и для Windows. Вот. Только в бете. Интересно, почему. Только в бете. Видимо, крашится будет еще больше. Да. Ну и другие крутые чуваки, вот, более чем 25 компаний, выступили на этой конференции. Я не знаю, есть ли сейчас запись, но в онлайне она была. Я думаю, есть сейчас и запись, тоже можно посмотреть. Тут пишут, что в ближайшее время опубликуем. Да. Может быть, уже как-то. Может быть. Давай зайдем. Давай зайдем. А давай. У нас, опять же, время все еще позволяет это. Кокотон. По Бэм. Твои. Кстати, смотрите наше видео про Бэм и Смэкс. Тут вот был бы попап где-нибудь, если бы мы уже были боги автор эффекции. Но скоро будет. Не переключайтесь. Но здесь есть какой-то наш твиттер. Что-то какой-то видос есть. Давай запустим. Не, это 51 секундная. Не, это реклама. Да. Короче говоря, нету еще записи, но будут. То есть, кому интересно, заходите и смотрите на блог Яндекса. Я думаю, там все будет. Но наши темы подошли к концу. Сегодня кратенько, за 20 минут. Мы даже много чего упустили. Чего? А мы расскажем в следующем выпуске. Да. Мы многое отложили. Мы даже як-то хотели отложить. Хотели подождаться записи, посмотреть какие-нибудь там, как защитить свой сервер на CentOS от DDoS. Такие классические какие-нибудь доклады. Но может быть, я не настолько банален, как мы его себе представляем. Но я уверен, что он не настолько банален. Это же русская конференция. Но тем не менее, да. Вот такие вот основные штуки были от Яндекса. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайки. Пишите, о каких вы новостях хотите больше слышать. Да. Вообще, как вам формат 20-минутного видео? Мы в паблике проводили опрос. Судя по всему, ребятам из паблика нравится больше ОВАН. Но вот давайте аудиторию YouTube как-нибудь скажите тоже свое мнение. И мы вот подумаем о том, чтобы какой-то подкаст перевести в аудио и подольше его сделать. Там минут на 40 пообсуждать что-нибудь такое прям глубокое. Хотя куда уж глубже. Мы глубже-то мы и не знаем, да. Но тем не менее, что-то, что-нибудь другое пообсуждать. Пишите, что думаете по этому поводу. Он, наверное, в iTunes будет выходить и у нас на блоге. Но, да, хочется что-нибудь такое попробовать. Ну, всем пока. Всем удачного дня.